здравствуйте уважаемые выпускники 11 классов завайкальского края меня зовут баранова леся юрьевна и сегодня я хотела бы дать вам консультацию по поводу предстоящего единого государственного экзамена по русскому языку 30 мая вам всем предстоит этот экзамен и мне кажется еще есть время чтобы уточнить какие-то вопросы скорректировать решение отдельных заданий ну и прокомментировать вопросы по русскому языку и может быть предупредить те ошибки которые можно не допустить в решении тестовых заданий первую часть своего выступления хотел бы посвятить собственно тестовому заданию а вторую часть сочинению передо мной открытый вариант русского языка по русскому языку который размещен на сайте фипи где на сегодняшний день опубликованы открытые варианты по всем предметам и я бы хотела бы сделать акцент на тех заданиях которые претерпели изменения но и уточнить какие-то вопросы связаны с этим заданием обратите внимание на то что уже первое задание экзамена по русскому языку изменилось если в прошлом году в тексте предложенном для анализа было одно слово значение которого вы должны были определить как верное или неверное то сегодня посмотрите на формулировку задания да и на сам текст вы видите пять слов выделенных жирным шрифтом и даже подчеркнутых значение которых нужно соотнести с тем которое предложено во втором задании теста задание звучит следующим образом в тексте выделено пять слов укажите варианты ответов которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте надо сказать что значение выделенного слова вы должны определить по контексту то есть выполнить это задание не читая текста невозможно каждое слово нужно включить в контекст соотнести его с высказыванием и с тем значением которые предлагаются в задание забегая вперед скажу когда вопрос предполагает нумерацию ответов вот посмотрите второе задание сформулирован таким образом у вас все ответы пронумерованы этих ответов от 1 до 5 1 2 3 4 5 ответ вот когда задание нумерует ответ предполагается что в бланк ответа вы должны заносить цифры они слова второе задание может допускать два и более правильных ответов то есть понятно что один ответ не может быть верным и 5 ответов не может быть верным а вот от двух до четырех цифр указанных в ответе такое может быть поэтому внимательно прочитайте слова соотносите с контекстом эти слова и выберите те слова которые требуются по заданию претерпела изменения четвертое задание теста четвертое задание связано с нормами ударения вообще предполагается что вы к сегодняшнему дню уже ознакомились с тем словником который размещен на сайте фипи словарик ударений и все слова размещенные в этом документе в этом поэтому на этапе тренировки подготовки к экзамену вы должны обращаться к этому словарику и проверять правильность ударения по слову слова тоже пронумбированы в четвертом задании и по сравнению с предыдущим вводом формулировка изменилась если прошлом году нам нужно было указать слово одно слово с неверным ударением то сегодня нам нужно выбрать два и более слова с верным ударением слово верно в задании выделено жирным шрифтом всегда когда вы приступаете к выполнению заданий внимательно читайте вопрос потому что чаще всего ошибки связаны нет с незнанием ответа на вопрос а с неправильным прочтением вопроса четвертое задание еще раз акцентирую ваше внимание а предполагает выбор из списка слов с верным ударением таких слов может быть от двух до четырех формулировки задание сказано укажите варианты это значит один вариант тоже не может быть и пять вариантов все верные слова тоже не могут быть два три четыре ответа допускается следующее задание которое изменилось в этом году это девятое задание девятое задание который проверяет умение правильно писать гласную в корне слова если предыдущему году это задание включала слова без пропуска корневой гласной то сегодня девятое десятое одиннадцатое и двенадцатое задание они одного типа во всех словах этих заданий пропущена буква в какой-то морфеме и выбор этой буквы зависит от того в каком месте пропущена буква и каким правилом вы пользуетесь для поиска этой пропущенной буквы девятое задание проверяет ваше умение определять пропуск гласной в корне слова вы должны знать что выбор гласной зависит от того какой тип корня перед нами это корень с проверяемой непроверяемой или чередующийся гласной и формулировки задания такая фраза во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква то есть не по одному и тому же правилу выбор этой гласной определяется а должна быть одна и та же буква значит вам нужно внимательно посмотреть на слова и учитывать контекст который рядом со словом предлагается в скобках то есть если вы видите рядом со словом с пропущенной гласным слово в скобках это значит выбор гласный определяется контекстом помните о том что у нас есть корни амонимичные то есть графически это корни очень похожи например такие слова как огорчать горевать гористый горение то есть кажется что это один и тот же корень но выбор гласный определяется разными правилами в каком-то случае это корень с проверяемой гласной в каком-то случае это корень с чередующейся гласной поэтому внимательно смотрите на слова учитывайте контекст который рядом со словом находится в скобочках какое-то слово помогающее вам подобрать проверочное или может быть утвердиться с выбором правила который зависит от контекста и ответов на девятое задание не может быть в виде одной цифры или пяти цифр девятое десятое и одиннадцатое одиннадцатое двенадцатое задания это всегда больше чем один правильный ответ когда спрашивают выпускники может ли в этих заданиях быть одна цифра в ответе не может быть и еще раз проговорю в девятом десятом одиннадцатом и двенадцатом заданиях одной цифры в ответе быть не может если вы находите только одну цифру это вас должно насторожить и пяти цифр в ответе тоже быть не может эти ответы должны быть записаны цифрами если в задании пронумерованы строчки предполагается что вы указываете номер строчки который вы считаете соответствует заданию если вы сравните двенадцатое и тринадцатое задания то обратите внимание что в тринадцатом задании как и в четырнадцатом задании цифр нет в тринадцатом задании вам предложено пять контекстов в которых нужно выбрать слово в данном случае в тринадцатом задании где не пишется слитно со словом и это задание предполагает что вы выписываете слово помните что при такой установке когда в бланк ответ вам нужно занести слово или слова вы записываете эти слова без пробелов и каких-то пунктуационных знаков вы вписываете только буквы клетки тринадцатое и четырнадцатое задание предполагает что вы выписываете слова пятнадцатое задание это задание на выбор одной или двух букв н и чаще всего здесь ошибки связаны не с неправильным выбором слов а с тем что неправильно читается задание может быть вы привыкли находить слова с двумя буквами н и не обратили внимание на то что в задании как раз указана одна буква н и наоборот и бывают обидные такие ситуации когда вы все правильно выбираете но с точностью до наоборот не в соответствии с заданием с шестнадцатого номера с шестнадцатого задания начинается задание по пунктуации проверяющий пунктуационные нормы надо бы внимательно выполнять эти задания потому что собственно шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое задания касающиеся пунктуации Это своего рода подготовка к выполнению задания 21. То есть 16 задание проверяет ваше умение ставить запятые в предложениях с однородными членами и сложно сочиненных предложениях. Поэтому ваша задача найти два и более правильных ответов таких предложений, где нужно ставить одну запятую. Обратите внимание, что языковой материал задания 16, как и предыдущих заданий, о которых мы поговорили, расширен. И сегодня у нас в это задание включаются предложения с однородными и неоднородными определениями. Внимательно читайте предложения. Найдите вот те места, которые вызывают трудности в постановке знака препинания, связанные эти места с сочинительными союзами. Ваша задача их обнаружить, эти союзы в предложениях, увидеть, если речь идет об однородных или неоднородных определениях, слова со значением признака, которые относятся к одному и тому же слову, и подумать, выступают ли эти признаки в качестве однородных или характеризуют они предмет с разных сторон. Помните о том, в 16 задании, да, это правило почему-то упускается выпускниками. Вы хорошо видите в предложениях две грамматические основы, вы видите связку между ними в виде сочинительного союза, но забываете о том, что в начале предложения для двух грамматических основ может быть общий второстепенный член. И тогда запятая между такими частями сложного предложения не ставится. Вот прокомментирую в 16 задании открытого варианта первое предложение. С юго-запада подул сильный ветер и вскоре стало довольно тепло. В этом предложении две грамматические основы. Ветер подул, стало тепло, одно двусоставное, другое безличное, связаны они сочинительной связкой. Союз И стоит между двумя предложениями. Обстоятельства, при котором совершается действие первой части с юго-запада, обстоятельства, при котором совершается действие второй части вскоре, каждая часть имеет свое обстоятельство. И нельзя сказать, что эти обстоятельства одинаковые или общие. Поэтому в таком предложении запятая между частями будет стоять. Семнадцатое задание. Когда вы переходите к заданиям пунктуационного характера, вы должны помнить, что если вас спросили в 16 задании о постановке знаков припинания при связи однородных членов предложения и при связи простых в состав сложно сочиненного предложения, то второй раз об этом вас не спросят. только кроме 20 задания. То есть вы, когда выполняете задание под определенным номером, вы должны давать себе четкую установку, что вы делаете и задание на какое правило перед вами. Шестнадцатое задание мы проговорили. Вы приходите к 17. Вы знаете, что вас здесь спрашивают об обособленных членах предложения, причастные идеи, причастные обороты. Помните о том, что эти обороты могут быть однородными и тогда, запятая перед союзом «и», если она связывает однородные причастные или однородные деепричастные обороты, не ставится. Помните о том, что деепричастные обороты могут относиться к разным сказуемым в одном предложении. И тогда это повод их обособлять. Если деепричастные обороты относятся к одному сказуемому, и связаны эти два деепричастных оборота союзной связкой, то между такими деепричастными оборотами запятая не ставится. Но вот если вы посмотрите на 17 задание открытого варианта, нам нужно выделить причастный оборот, который стоит в постпозиции относительно определяемого слова «пословица». «Пословица какая?» заключавшая народное наблюдение. Если мы удалим этот оборот из предложения, у нас окажется подлежащее сказуемое рядом. «Пословица согласовалась с образом жизни и мыслями множества людей», и этот сочинительный союз предполагает второе сказуемое, которое относится к подлежащему пословице. «И» могла существовать тысячелетие. Между вторым сказуемым и союзом «и» находится деепричастный оборот, переходя из века в век, для которого неважно, где он стоит в предложении, в отличие от причастного оборота. И в данном случае у вас должно быть четыре цифры в ответе. Один, два цифры выделяют причастный оборот в предложении. Цифры три, четыре – это запятые при депричастном обороте. Восемнадцатое задание – это задание на умение выделять на письме знаками припинания вводные слова, обращения. И в качестве материала, с которым вы работаете, где нужно поставить знаки припинания, может быть и прозаический, и поэтический текст. Поэтому ваша задача – внимательно прочитать текст. И помните, что и обращения, и вводные слова особой интонацией выделяются в устной речи. На письме – это интонация. Это знаки припинания на письме подчеркивается эта интонация. Поэтому, когда перед вами поэтический текст, особенно важно его иметь правильно прочитать. И помните о том, что иногда в таком тексте знак стоит на стыке строк поэтических. Поэтому вам нужно представить, что эти строки, которые друг под другом написаны, могли быть написаны в одно предложение. Потому что иногда вы просто не видите вот этот знак или не чувствуете его, или не понимаете, где он стоит, когда он стоит в конце поэтической строки. Девятнадцатое задание в этом году несколько усложнилось. То есть, если предыдущие годы предполагали в девятнадцатом задании постановку знака припинания в сложном подчиненном предложении с одним предаточным, то сегодня это сложно подчиненное предложение с несколькими предаточными, связанными либо последовательным, либо однородным, либо параллельным типом связи. Поэтому вам нужно будет прежде всего-то обнаружить в таком предложении девятнадцатого задания подчинительные союзы. И помнить о том, что союзные слова, например, слово «который», «кем», «чем» могут занимать любое место в предаточной части и не всегда требовать запятой непосредственно перед собой. Поэтому вам, опять-таки, да, прежде чем ставить знак припинания, нужно внимательно прочитать предложение, расставить правильную интонацию в этом предложении. И особого внимания требует союз «который» в девятнадцатом задании. Союзное слово «хитрое» – это всегда относительно местоимения, это самостоятельная часть речи, которая может занимать любую позицию предложений, а не только начинать предаточную часть. Значит, двадцатое задание – это задание на постановку знака припинания в сложном предложении с разными видами связи. Здесь всегда есть и сочинительные, и подчинительные союзы. И ваша задача увидеть, ну, первым делом, наверное, увидеть так называемый стык союзов, когда рядом оказываются два разнокачественных союза. Например, сочинительный и подчинительный, или два разных по значению подчинительных союза. Вот в данном случае, в двадцатом задании открытого варианта на примере этого предложения, посмотрите, в предложении указаны четыре цифры, на месте которых либо надо, либо не надо ставить запятые. И у вас обнаруживается вот так называемый стык союза. Вот союз «и» и союз «если» оказались рядом. Оба они не могут присоединять одну и ту же часть в сложное предложение. Поэтому вам нужно первым делом решить вопрос, ставится запятая на стыке союзов или не ставится. Выбор запятой формальным признаком определяется. Если в продолжении предложения вы находите вот это слово «то» или другой вариант для союза «хотя» – это слово «но». Или «то» или «но» в продолжении предложения. То есть выбор должен быть, ну, то, что называется, одной из двух. Или запятая на стыке, или в продолжении предложения есть «то» или как вариант «но». В данном случае мы увидели с вами «то», значит, на двойке запятую ставить не надо. А если бы «то» не было, то место, куда легко подставляется эта часть союза, тоже должно быть обозначено запятой. То есть правило такое – либо «то», либо запятая на стыке. Ну и если расставить знаки припинания в этом предложении, значит, первое, что мы делаем, мы ставим запятую на цифре 3, потому что там стоит то. Не ставим запятую на цифре 2. Перед «чтобы» однозначно ставим, потому что это тот подчинительный союз, который всегда требует перед собой запятой. И теперь надо решить вопрос союзом «и». А для этого нужно удалить из предложения те части, которые мы выделили. И тогда у нас остается в следующей части предложения «Анна Самойловна занималась тут же, и она пускала ребят в класс». То есть если мы удалим придаточное со значением условия, если у нее не было урока, то у нас окажется, что союз «и» стоит между двумя грамматическими основами. Это сложно сочиненное предложение. «Анна Самойловна занималась, она пускала». Это правило мы уже с вами отработали в 16-м задании. При двух грамматических основах в сложносочиненном предложении, части которого соединены союзом, запятая ставится, если в начале предложения нет общего для двух частей второстепенного члена. У нас в данном случае ничего общего здесь нет. Поэтому мы ставим запятые на цифре 1, 3 и 4. На стыке не ставим. Ну и конец, 21 задание предполагает выбор предложений, где знак препинания ставится по одному и тому же правилу. Значит, вас могут спросить не только о запятых, но и о двоеточиях и тире. Для того, чтобы успешно выполнить это задание, необходимо выбрать те предложения, где знак указанного в задании стоит. И каждое предложение объяснить. Часто возникают вопросы. Если я нашел разную линейку предложений, в которых в одном случае запятает, ну допустим, ставится при причастных оборотах, а в другом случае их несколько таких предложений, ставится при однородных членах предложений. А есть еще и большее количество совпадающих предложений. И третий, например, случай, где запятая стоит между частями сложно подчиненного предложения. Что мне выбрать, что записать в ответ. Цепочку цифр или линейку цифр вы выбираете самостоятельно. То есть если таких линейок несколько в предложении, в ответ заносится только одна линейка, где все цифры стоят по одному, где все знаки стоят по одному и тому же правилу. Выбор этой линейки – это ваш выбор. Ну, наверное, если таких линейок несколько, выбирайте ту, в которой вы максимально уверены. Значит, понятно, что это должна быть линейка цифр, количество цифр может быть разным, но точно это не один номер предложения. От двух и более таких номеров может быть в 21 задании. Вот это все, что касается тестовой части вопросов до большого текста, по которому нужно писать сочинение. И, собственно, я бы акцента хотела сделать на том, как достойно написать сочинение, «Как сделать так, чтобы за письменную часть по русскому языку получить как можно больше баллов». Ну, прежде всего, наверное, бы я хотела вас отправить критериям оценивания развернутой, развернутого ответа по русскому языку. На сегодняшний день каждый из вас должен хорошо понимать, за что вам ставят баллы. То есть что оценивается, что не оценивается в письменной части. И, собственно, когда вы приступаете к выполнению этой части задания, вы должны четко представлять, выполнили вы условия написания сочинений или нет. Значит, прежде чем писать сочинение, ну, есть такие советы, да, на которые, которые можно, наверное, было бы использовать при написании сочинения или хотя бы при создании плана сочинения. Когда вы читаете большой текст, предложенный вам для анализа, обращайте внимание всегда, обращайте внимание на задание 22 по тексту. Это задание проверяет умение соотнести высказывания с прочитанным текстом на предмет их соответствия или несоответствия. И в таких высказываниях, в 22 задания, всегда есть предложения, которые помогают вам с определением проблемы прочитанного текста. Не игнорируйте эти предложения. Внимательно их читайте и соотносите с прочитанным. И, ну, я не скажу, что каждое предложение помощник, но всегда есть такая формулировка, которая так или иначе, ну, помогает вам сориентироваться в формулировке проблемы. Обращайте внимание на 23 задание по тексту. Там есть формулировки, связанные с типом речи рассуждения. И это тоже может быть своего рода подсказкой, потому что, если вы соглашаетесь, что предложенный эпизод, предложение соответствует типу речи рассуждения, просто задумайтесь о том, а по какому поводу он рассуждает, о чем он рассуждает автор, почему это рассуждение, что становится предметом рассуждения. Или даже если это не рассуждение, то есть у вас отправятся какие-то ключевые эпизоды текста, еще раз, которые вы прочитываете, как-то это помогает вам сориентироваться в формулировке проблемы, на которые вы будете писать сочинение. Кроме того, помощником к написанию сочинения является 26 задание. Это рецензия на прочитанный текст, где вам нужно выбрать изобразительно-образительные средства в соответствующей букве. Причем, немножко отвлекусь от сочинения, здесь тоже допускаются ошибки. С чем они связаны? С тем, что вы не учитываете контекст перед буквой в 26 задании. Обратите внимание, перед каждой буквой указано то средство, которое вам нужно найти в списке из 9 позиций. Вот в данном случае, опять смотрим на открытый вариант, в данном случае перед буквой А нам указывают синтаксическое средство, перед буквой В – прием, перед буквой В – троп, и перед Г – снова прием. То есть, по большому счету, вы выбираете не из всего списка, из 9 позиций, а вы выбираете только из тех синтаксических средств, в данном случае перед буквой А, которые в списке указаны. То есть, даже пока еще не обращаясь к тексту, какие средства из списка терминов относятся к синтаксическим средствам. Это под цифрой 3 – вопросительное предложение, под цифрой 5 – восклицательное предложение, цифра 6 – ряды однородных членов предложения, ну и, собственно, все. То есть, вам нужно выбрать не из 9, а из 3. Под буквой В стоит прием, и под Г тоже стоит прием. Значит, нам нужно выбрать из списка терминов только те, которые относятся к приемам. А это у нас антитеза, цифра 4. Это у нас вопросно-ответная форма изложения, под цифрой 8. К приему может относиться лексический повтор. В данном случае акцент делается не на слове лексический, что отсылает нас к лексическому средству, а на слове повтор. Повтор как прием. И, ну, иногда, в зависимости от ситуации, да, к которой нас обращают составители, сравнение тоже можно было бы не исключать. Но и троп по цифре В, да, у нас тропов не так много в этом списке. Это 1 сравнение, 2 эпитет, и метафора цифра 9. То есть, если вы хорошо ориентируетесь, какие термины и какие средства относятся к тропам, к лексическим, синтаксическим и приемам, я думаю, это задание по силам каждому. Обратите внимание, что в этом году разболовка по заданию 26 и 8 изменилась. Если в предыдущем году за 8 задание, вот где нужно вот такую табличку заполнить, А, Б, В, Г, в 8 задании еще Д есть, да, там 5 соответствий вы должны найти. В этом году, значит, в прошлом году 8 задание оценивалось 5 баллами, 26 задание оценивалось 4 баллами, то в этом году и то, и другое задание оценивается 3 баллами. За цифры, которые все соответствуют буквам, правильно выполненное задание ставится максимальный балл 3. Ну и если допускаются ошибки, то балл, конечно, снижается. Поэтому вы должны это тоже помнить. Вот из-за этого итоговый балл по русскому языку изменился с 58 до 54. тестовый балл сегодня у нас 54, а не 58, как было в прошлом году. Значит, ну, возвращаясь к своей мысли по поводу сочинения, да, значит, помощниками к написанию сочинения является задание 22, 23 и 26. Обратите внимание на то, что 26 задание, если вы переписываете текст рецензии, это ошибка, этот объем текста исключается из сочинения, ну и там могут в зависимости от сочинения и последовать другие ошибки, которые, ну, из-за которых вы, собственно, потеряете балл. Ну и дальше, как работать с текстом? Теперь, собственно, о сочинении. Это почти 50% успеха вашего, почти равноценно количество баллов, заработанное в тестовой части и количество баллов, заработанное в сочинении. Поэтому сочинение нужно писать обязательно. И это должно быть такое сочинение, которое соответствует требованиям к написанию сочинения. Если вы забыли или не знаете, или не уверены, как писать сочинение, прочитайте всегда пошагово, внимательно задание 27. Собственно, 27 задание – это инструкция к написанию сочинения. Сначала вам нужно сформулировать, вернее так, я слово сначала, наверное, уберу. Вам нужно сформулировать одну из проблем, поставленных автором текста. Эту проблему вам нужно прокомментировать с опорой на два примера иллюстрации из прочитанного текста. Вам нужно будет дать пояснение каждому примеру иллюстрации, то есть объяснить, почему вы выбираете тот или иной пример из текста, объяснить, как эти два примера между собой связаны, сформулировать авторскую позицию и высказать свою позицию, обосновав ее каким-то примером. Вот, собственно, эти требования соответствуют композиционным частям сочинения. Почему я убрала слово сначала, вам нужно сформулировать проблему? Потому что композиция вашего сочинения – это ваше личное дело, как вы будете выстраивать свое сочинение. Не обязательно начинать сочинение с формулировки проблемы. А может быть, это просто и бывает по каким-то причинам невозможно. Но бывает так, что проблема сочинения сформулирована в самом конце сочинения. Это не повод к обнулению сочинения, потому что проблема может быть сформулирована в любом участке сочинения – в начале, в середине, в конце. Она может быть сформулирована так или иначе, эта проблема. Поэтому почему я говорю, что вы должны на сегодняшний день очень хорошо знать, по каким критериям, как вас оценивают. Первый критерий, за который выставляется балл, звучит так. Одна из проблем исходного текста в той или иной форме в любой из частей сочинения сформулирована верно. Что это значит? Значит, не надо перечислять все проблемы, которые вы в тексте обнаружили. Достаточно выделить одну проблему, о которой бы вы хотели порассуждать. И, как правило, если эта проблема есть в тексте, то вы легко находите к этой проблеме два примера из прочитанного текста. Если проблема неудачно формулируется или недостаточно вы сможете обосновать эту проблему, об этом всегда говорит наличие примеров аргументов из текста. Если кроме одного примера вы не можете найти другой в подтверждении проблемы, это всегда говорит о том, что, может быть, есть смысл переформулировать или перечитать текст и найти что-то другое. Условия сочинения таковы. Вы должны найти два примера иллюстрации в сформулированной проблеме. Часто задают вопрос, можно ли начинать сочинение с деепричастного оборота. Ну, допустим, рассуждая о проблеме экологии, автор рассказывает историю. Можете начинать сочинение с деепричастного оборота. Можно начинать сочинение с вопроса. Что такое милосердие? Вы можете начинать сочинение с вопроса. Формулировка первого критерия, еще раз обратимся к этому заданию, одна из проблем исходного текста в той или иной форме в любой из частей сочинения сформулирована верно. Вопрос такой может тоже возникнуть. Нужно ли вступление к сочинению? Вот как композиционная часть вступление отдельно не оценивается. Поэтому раз уже дан ответ на вопрос, можно ли с вопроса с деепричастия сразу начиная с формулировки проблемы сочинения, и вы услышали этот ответ, можно так начинать сочинение. Поэтому вот, мне кажется, и снимается вопрос по поводу вступления. Есть кому легко писать вступление, есть кто считает, что сочинение можно начать сразу с формулировки проблемы, и то, и то сочинение будет оцененным. Вы должны помнить, что приступает к оценке вашей письменной работы в том случае, если ваша работа соответствует указанному объему. В инструкции по написанию сочинения сказано объем сочинения не менее 150 слов. Не менее 150. Это значит, что сочинение, соответствующее этому объему, будет оценено по всем критериям в том числе и, может быть, максимально. Если сочинение написано меньше, чем в 150 слов, то есть вот в таком диапазоне от 70 до 150 слов, это объем не соответствует заданному, но как бы письменная часть представлена. В таком случае сочинение по критериям грамотности и последним двум критериям, 11-м и 12-м отвечающим за этические и фактические нормы, будет потеря по одному баллу в каждом критерии. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й критерии не могут быть оценены максимальным баллом, как если бы это было в сочинении, написанном 150 слов. Поэтому выдерживайте, пожалуйста, это требование, если вы хотите, чтобы ваше сочинение было достойно оценивано. 150 слов минимум. Сколько максимум? Ну, максимум слов не, это количество слов не оговорено, и поэтому я тоже не буду ограничивать вас. Но понятно, что большие сочинения, которые вы пишете на несколько листов, тоже трудно читаются. Это сочинения, в которых может быть потеря и логической мысли, и много других ошибок, речевых, орбографических, компонтационных. Поэтому, наверное, объем важен, соблюдение объема. То есть вы можете преодолеть эту цифру в 150 слов, и 200, и 300 слов написать, и кому-то это легко дается, но, наверное, большие сочинения писать не нужно, потому что это чревато разными ошибками. Значит, критерий К1 мы проговорили, вам нужно сформулировать в той или иной форме проблему. Затем вам нужно эту проблему прокомментировать. И обратите внимание, сегодня критерий К2, который отвечает за комментарий к проблеме исходного текста, претерпел изменения. В прошлом году за этот критерий максимальный балл был 6, в этом году 5. Вот это еще одна потеря балла, которая определила исходный тестовый балл в 54. Сегодня наверняка вы уже знаете о том, что связь примеров иллюстрации должна быть проанализирована. То есть упор сделан на том, что эта связь должна быть вами не столько названа, сколько проанализирована. То есть вы должны будете объяснить, почему вы выбрали эти два примера к сформулированной вами проблеме. Как они между собой соотносятся, как они помогают понять или разрешить проблему. То есть вы, по сути, должны, соединив эти два примера вместе, показать, как вместе они работают. И сегодня в критериях сказано так, проанализировано, ну по максимальному баллу, вот 5 баллов за что ставится, приведено не менее двух примеров иллюстрации с прочитанного текста, важных для понимания проблем исходного текста, дано пояснение к каждому из примеров иллюстрации. Проанализирована смысловая связь между примерами иллюстрации. Сегодня убрали из критерий слова «названа смысловая связь» и «проанализировано». Оставили только «проанализирована смысловая связь между примерами». Но как это технически, наверное, сделать, да, можно? То есть когда вы формулируете проблему, вы говорите «проиллюстрирую ее двумя примерами из текста», Докажу ее двумя примерами из текста. Примеры из текста на ваше усмотрение, как вы будете привлекать их к сочинению. Это может быть указание на номера предложения, это может быть цитирование, это может быть пересказ, это может быть неточное цитирование, такое фрагментарное цитирование, когда вы в качестве доказательств приводите какие-то словосочетания, может быть, отдельные слова. Как вы это сделаете, это ваш выбор. В том числе вы можете даже указывать на место в тексте. Допустим, в первом абзаце об этом говорится, во втором абзаце об этом говорится, в конце текста об этом говорится. То есть ваша задача отослать проверяющего к эпизоду, который вы анализируете, и прокомментировать этот эпизод. То есть, по сути, вы должны сказать, что этот эпизод помогает сделать, или как он соотносится с проблемой, каким образом он иллюстрирует проблему. То есть вы должны объяснить, почему вы взяли первый пример, привлекая второй пример, вы тоже должны объяснить, почему вы этот пример выбрали для иллюстрации проблемы. Ну и, наконец, для максимального балла по второму критерию, вы должны сказать, как эти два примера связаны между собой, как они работают на проблему, какую функцию эти два эпизода выполняют в понимании проблемы текста. Почему они необходимы вам показать, что именно вот эти два примера вы выбираете из текста. Ну и если одно из условий второго критерия не выполняется, то там, соответственно, баллы убираются по этому критерию. Следующая позиция, ну вот эту часть вы выполнили, вы привлекли текст, вы прокомментировали эти эпизоды, вы попытались их соединить. Причем, ну вот все-таки возникает вопрос, так надо называть связку или не надо называть связку. То есть часто звучит такая фраза, эти примеры дополняют друг друга, потому что, ну они, конечно, выбранные примеры могут дополнять друг друга, они могут быть противопоставлены друг другу, они могут быть связаны по принципу причина-следственной. Может быть, один из примеров раскрывает смысл другого примера. Вот трудно сказать, по какому принципу будут связаны выбранные вами эпизоды. Но вы должны понимать, если вы формально используете фразу «эти примеры дополняют друг друга», а на самом деле они не дополняют друг друга, или они соединены по какому-то другому принципу, что становится понятно из вашего сочинения, то это повлечет за собой логическую ошибку. Неправильно названная связь – это логическая ошибка. А если еще она неправильно проанализирована, значит, это отсутствие вот этого пункта требования к сочинению, необходимость анализа смысловой связи между двумя примерами эпизодами. Поэтому, чтобы избежать такой ошибки, если вы не уверены в том, что эти эпизоды дополняют или противопоставлены друг другу, или как-то иначе связаны, можно эту связь и не называть. Но, наверное, логично, если вы выбираете какие-то два примера, вы все равно какую-то связь между ними устанавливаете. Вы же почему-то выбрали эти два примера. Вот вы должны, по сути, объяснить, почему вы выбрали эти два примера, как они соединены вместе. Согласно условиям написания сочинения, мы должны высказать позицию автора по сформулированной проблеме. И опять-таки обратимся к критериям. И сегодня несколько скорректирован третий критерий оценивания сочинения. Он сформулирован так. Позиция автора в скобках рассказчика по проблеме исходного текста сформулирована верно. Видите, как написано? По проблеме исходного текста. Убрали слово по прокомментированной проблеме. С чем это связано? Ну, здесь много, может быть, причин, да? Ну, вот одна из них, такая причина. Нам дают разные тексты для анализа. И, ну, вот если совсем просто классифицировать, кому-то попадается сложный текст понимания, кому-то простой текст. И есть тексты, где позиция автора открыто не выражена, она открыто не заявлена. И тогда это повод к интерпретации этой позиции, к конструированию этой позиции. И вот формулировка этой позиции, она может носить и субъективный характер. То есть вы можете, ну, скажем, сформулировать позицию автора по тексту, по его высказыванию развернутым, да? Но вот она, бывает так, что она не соотносится с тем, что вы говорили выше в сочинении. Но позиция автора сформулирована. И тогда это повод поставить вам логическую ошибку, но не повод обнулить вам позицию автора. То есть вы должны так или иначе позицию автора высказать на уровне даже адекватного восприятия текста. Иногда, правда, бывает трудно сформулировать авторскую позицию, если, допустим, повествование ведется от лица героя текста, и вы не уверены, соотносится между собой и как соотносится автор и рассказчик. Поэтому, может быть, обратите внимание, да? Там сказано позиция автора или рассказчика сформулирована. И иногда они уравниваются, да, в тексте, и рассказчик-автор, но иногда это абсолютно разные лица. Поэтому ваша задача, да, попытаться определить позицию автора, даже на уровне, ну, скажем, эмоциональном. Автор переживает, автор недоволен, автор задумывается, да? То есть есть тексты, в которых вы можете четко найти позицию автора, можете даже процитировать это, вы можете указать номер предложения, где автор открыто высказывает свою позицию. Но есть тексты, которые это делать не позволяют. Но вы должны по условиям написания сочинения эту задачу выполнить в той или иной форме, так или иначе, позицию автора сформулировать. Потому что только при наличии авторской позиции в сочинении вы можете высказывать свое мнение. То есть ваше мнение засчитается в том случае, если вы его высказываете относительно авторской позиции. Значит, правило проверки сочинения такое. Если в сочинении нигде, ни в какой форме позиция автора не сформулирована, значит, по критерию К3 ставится 0 баллов и автоматически 0 баллов ставится по критерию 4. Наверное, это логично. Если нет позиции автора, то трудно с ней соглашаться, не соглашаться, высказывая собственное мнение. Поэтому так или иначе, позиция автора в сочинении должна быть сформулирована. И еще задают такой вопрос. Может ли связь примеров выводить на позицию автора? То есть эти примеры связаны между собой, потому что они помогают автору высказать свою точку зрения. Вы должны понимать, что в такой формулировке, ну, как бы то, что называется убить двух зайцев сразу, не получится. То есть за одну и ту... Как тест не наказывает дважды за одну ошибку, так тесты не учитывая до выставления баллов, значит, одну фразу по нескольким критериям он не оценивает. То есть либо такая формулировка будет оценена в позиции К3, либо такая формулировка будет оценена в позиции К2. То есть постарайтесь избежать вот такого анализа связи с выходом на авторскую позицию. То есть авторская позиция отдельно, связь эпизодом должна быть отдельной, проанализирована. Ну и критерий К4 это собственное мнение по прочитанному тексту. Это отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. И формулировка такая. Отношение к позиции автора исходного текста сформулировано и обосновано. Вот ключевое здесь слово обосновано. Значит, ваша позиция не будет засчитана, как сформулирована или высказана, если вы пересказываете то, что сказал автор, если вы дублируете авторскую позицию. Вы должны что-то сказать такое, что не сказал автор, но в контексте проблемы, чего не было в тексте. То есть выйти за пределы текста и привлечь какой-то другой опыт, либо жизненный, либо читательский, но доказать свое отношение к другим примерам, не касающимся прочитанного текста. Только в таком случае ваша позиция будет засчитана, как аргументированная позиция. Поэтому не дублируйте авторское мнение, не пересказывайте в своей позиции то, что уже вам сказано в сочинении. Вы должны в небольшом объеме, потому что этот критерий оценивается всего одним баллом, аргументировать свое мнение, согласившись или не согласившись с авторской позиции или позиции рассказчика. Следующий критерий, пятый критерий – смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Я не буду говорить о том, какие ошибки считаются логическими, за что вас могут наказать в написании сочинений. Я отвечу, наверное, на самые часто задаваемые вопросы по поводу того, сколько должно быть абзацев потому что пятый критерий отвечает за абзац начленения и логику изложения своих мыслей. Но если мы обратимся к инструкции, к написанию сочинений, если мы даже посчитаем количество абзацев, которые в этой инструкции дано, то можно насчитать четыре абзаца. То есть в одном абзаце у нас сформулирована установка на проблему, во втором абзаце два комментария плюс их связь, в третьем абзаце – позиция автора, и в четвертом абзаце – собственная позиция. Но это лишь условность. Количество абзацев определяется вашей логикой написания сочинения. Понятно, что сочинение не может быть представлено в одном абзаце. Понятно, что любое сочинение рассуждения предполагает такую композицию, как тезис, доказательство, вывод. То есть как минимум три абзаца. Но этих абзацев может быть и пять, и шесть. Все зависит от того, как вы сами выстраиваете свою мысль. Вы можете в отдельной абзаце каждый комментарий, каждый пример иллюстрации плюс комментарий, в отдельный абзац связь этих примеров выносить. Но это может быть с другой стороны. Если это определяется логикой вашего сочинения, это может быть один абзац. То есть главное, чтобы это не было сочинение в один абзац написанный, но и продумана композиция. Микротемы, которые вы хотите раскрыть, переходы должны быть продуманы, предостерегая вас вот от какой ошибки в сочинении. Такая формулировка точно будет вынесена как ошибочная. Когда вы начинаете новый абзац, с указательного местоимения «это» или «эти». Допустим, в первом абзаце вы формулируете вопрос, который является основным в прочитанном тексте, а переходя во второй абзац, вы используете такую фразу. Этот вопрос раскрывается в следующих примерах. Вот такая формулировка, когда абзац начинается с указательного местоимения, который отсылает нас к предыдущему абзацу. И это всегда ошибка, которая соответствует пятому критерию. Ошибка логическая. И вообще коварные, наверное, эти местоимения, это, эти, этот, вы любите их использовать в сочинении, употребление личных местоимений, указательных местоимений должно быть обосновано в тексте. Иногда вы, ну, забываете, наверное, да, или, может быть, неправильно не перечитываете свои высказывания. Иногда употребление этих местоимений двусмысленность вносит в понимание вашего сочинения. То есть употребляя местоимения какое-то, да, вы, ну, четко не говорите о том, что вы имеете в виду. Ну, например, мама подошла к фиалке, чтобы полить. Она была высохшая. Ну, вот она это, она это кто? Фиалка, мама, трудно сказать, да? Надо найти какое-то другое слово, цветок. Там был засохшим или нуждался в поливе, что-то такое вот. Поэтому аккуратно с местоимениями перечитывайте, да, свое сочинение, которое вы набрасываете в черновике и при переписывании в чистовик обязательно прочитывайте соседние предложения, чтобы мысль не ускользала или не предполагала разночтение. Ну, и, значит, по поводу орфографических, да, шестой критерий я пропустила. Шестой критерий, который отвечает за богатство, точность и выразительность речи, вы должны понимать, согласно критериям, шестой критерий может быть оценен максимальным количеством баллов, это два. Если десятый критерий, который отвечает за речевые ошибки, тоже, за десятый критерий тоже стоит два балла. Если за десятый критерий не стоит максимального балла, то в шестом критерии не может быть максимальный балл. Вот эти два критерия, шестой и десятый, они связаны друг с другом, но это не взаимообратная корреляция, а только корреляция от десятого к шестому критерию. Может быть, что по критерию К10 стоит максимальный балл, а по критерию К6 не максимальный балл. Может такое быть. То есть есть такие сочинения, в которых не допускается грубых речевых ошибок, но с точки зрения речи сочинения характеризуются однообразием синтаксических конструкций, бедностью словарного запаса и так далее. То есть по критерию К6 в таком случае может быть поставлен один балл, даже если по критерию К10 стоит максимальный балл 10. По количеству ошибок, орфографических и пунктуационных вы тоже должны, наверное, знать, какое количество орфографий обнуляет седьмой, восьмой критерии по пунктуации, девятый по грамматике, десятый по речи. Если допущено 5 и более орфографических ошибок, 5 и более пунктуационных – это ноли по седьмому, восьмому критерию. Если 3 и более грамматические ошибки допущено, это ноль по девятому, и 4 и более речевых ошибки – это по десятому критерию. Ноль баллов. Одиннадцатый критерий – соблюдение этических норм. Этические нормы… Сейчас, секундочку, я критерий открою. Значит, что такое этические нормы, да? Ну, возникает вопрос, что мы не можем высказывать своего мнения? Вы можете высказывать свое мнение. Эксперт не оценивает нравственную позицию, которую вы высказываете в сочинении, да? Ну, вы можете, допустим, сказать, я не согласен с мнением автора. Ну, вы говорите, ну, допустим, на войне нет места милосердию, сострадания. Вы имеете право так думать. То есть эксперт не оценивает нравственной позиции вашей. Но если вы переходите черту и в нелицеприятной или неподобающей форме высказываетесь по поводу прочитанного, или вы хотите высказать, высказаться по поводу событий современности, то имейте в виду, что это надо делать корректно, не нарушая этических норм. И, наконец, последний критерий – фактические ошибки, да? Фактически тоже вас предостерегая вот от чего. Фактическая ошибка – это любая ошибка, связанная с фоновыми знаниями. Есть фактическая ошибка, так называемая концептуальная. Концептуальная, когда вы, не понимая текст, искажаете и позицию автора, и даже неправильно трактуете эпизод, который сами выбираете для иллюстрации. Вот такая ошибка фактическая, которая влечет за собой концептуальную ошибку в понимании текста, она будет оцениваться в критерии К2. И если в привлеченном эпизоде эта ошибка допущена, то обнуляется привлеченный эпизод, он просто не оценивается. Но если вы допускаете ошибку, так называемую неконцептуальную, в фоновом материале, эта ошибка оценивается в критерии К12. И сегодня к ошибкам в фоновом материале относится ошибка, которая в предыдущие годы оценивалась не одним баллом, а 0,5 баллами. То есть это не полноценная была ошибка. Ну, допустим, вы искажаете фамилию автора прочитанного текста, или вы искажаете фамилию героя или имя героя. И даже если вы в сочинении потом исправились и написали эту фамилию правильно, или назвали героя правильно, или в качестве привлекаемого материала для аргументации вы перепутали имена персонажей, название текстов, автора, может быть, даты какие-то хронологические перепутали. Это уже наличие фактической ошибки. Даже если вы небрежно отнеслись к прочтению текста, ну, и перепутали там, скажем, профессии героев, место, где происходит событие, ну, допустим, какие-то, кажется, на первый взгляд, мелочи, которые не влечут принципиального непонимания собой текста, но тем не менее такая ошибка допущена. Допустим, герой текста с семьей отправился на озеро, а он не с семьей, а с друзьями отправился. Вот казалось, ну, какая разница, семья, друзья, это же не грубая ошибка. Вот такого типа ошибки сегодня все учитываются в 12-м критерии. Еще раз проговорю, фактически концептуальные ошибки, связанные с пониманием проблемы исходного текста, оцениваются в критерии, К2. Ну, вот, собственно, наверное, вот все те установки, на которых бы я хотела сделать акцент сегодня. То есть, ваша задача перед тем, как написать сочинение, ну, сформулируйте, ну, хотя бы несколько проблем по прочитанному тексту. Научитесь работать с черновиками, с планами, да. Попытайтесь каждой сформулированной проблемой найти примеры из текста. И вы уже на этапе черновика, на этапе подготовки поймете, найдете ли вы как сформулированной вами проблемой эпизод из текста или не найдете. Если у вас не получается, значит, исключайте эту проблему из своего размышления. часто спрашивают, нужно главную проблему взять или любую проблему. Тоже вопрос очень субъективный. Что такое главная проблема в тексте, да, что такое основная проблема. Не случайно у вас сформулирована одну из проблем прочитанного текста. То, что может быть главным для вас, может быть главным для меня или для кого-то. и наоборот. Обращайте внимание в предложенном тексте на так называемые сильные позиции текста. Сильные позиции текста это всегда начало и конец текста. В тексте даже могут встречаться риторические вопросы. Тоже на них обращайте внимание. Обращайте внимание, как переходит автор от одного абзаца к другому абзацу. Проследите за авторской мыслью в предложенном тексте. Как она развивается? К какому выводу приходит автор? Почему он ссылается на авторитетные источники? Или почему он называет какие-то имена выдающихся, знаменитых или как-то волнующих его событий, даты называет? Вот все в тексте важно. То есть сочинение проверяет умение ваше адекватно прочитать текст, понять этот текст и высказаться по поводу прочитанного текста. Не подменяйте прочитанный текст каким-то другим текстом. Вы должны понимать, что в качестве размышлений вам предлагаются тексты на актуальные проблемы. Эти проблемы связаны с нравственностью, с философскими, может быть, вопросами, которые всегда актуально поразмышлять. В последнее время часто предлагаются тексты, связанные с войной, но как бы не о войне рассказывающие. То есть всегда о человеке на войне, о его принципах, о его мировоззрении, о выборе, который человек совершает. тексты про природу, которые тоже часто встречаются на экзамене. Конечно, это тексты про природу, про красоту природы, но не всегда это работает. Там, где есть природа, всегда есть человек. Какое-то всегда иззаимоотношение человека и природы. Красота природы всегда подчеркивается взглядом на нее человека. И то есть природа ради природы, ну, крайне редко такое бывает, чтобы текст о природе был ради красоты природы. Всегда какая-то другая проблема волнует автора. И всегда эта проблема связана с присутствием в этом мире человека. То есть я хочу сказать, что по большому счету все тексты, которые вам предлагаются для размышления, это тексты антропоцентричные. То есть они всегда связаны с человеком, с его местом в мире, с восприятием того, о чем говорит автор, с собственной позицией. И вы имеете право высказывать любую позицию по прочитанному тексту. То есть ваше сочинение это вот такой разговор взрослого человека, выпускника 11 класса школы, который может услышать автора и высказать свое мнение по прочитанному. То есть это такой своеобразный диалог в виде двух развернутых реплик. Одна реплика авторская, вы ее читаете, вы ее воспринимаете, вы слушаете автора, вы соглашаетесь или не соглашаетесь с ним. А другая реплика ваша, которая представляет, собственно, собой сочинение по поводу прочитанного, осмысленного, обдуманного. И если вы будете соблюдать ту инструкцию, которая вам предложена в 27 задании, я думаю, что особых сложностей в написании сочинения быть не должно. Поэтому нужно понимать, что ваша письменная работа должна быть удобной для восприятия проверяющей стороны. Это касается всего, как вы располагаете материал, как вы его оформляете, насколько аккуратно написана ваша работа. Сочинение небрежно написанное, некачественное с точки зрения оформления, в котором много зачеркнутого, перечеркнутого, исправленного. Оно всегда трудно воспринимается. Если вы хотите, чтобы вас восприняли адекватно, пожалуйста, формулируйте свою мысль так, чтобы ее не нужно было переводить эксперту, чтобы эксперт не задумывался над тем, что хотел сказать пишущий в этой части сочинения. Ваше сочинение должно легко восприниматься, потому что это условие хорошего балла. То есть эксперт не должен расшифровывать ваше сочинение. И если у вас такая возможность есть и время позволяет, подумайте над оформлением сочинения. Вот как на этом бланке ответа расположить ваше сочинение, чтобы оно было хорошо прочитано? Надо ли писать в одной клеточке? Или можно перешагнуть через клеточку? Все зависит от почерка. Соблюдение абзацного членения. Отдельно хотелось бы сказать, абзацное членение – это все-таки красная строка слева на листе, а не справа. Почему-то в последнее время в сочинениях абзацное членение дети делают в конце предложения. То есть выравнивают левый край письма и не выравнивают правый край письма. То есть у вас абзац, вот как текст расположен, если вы сейчас смотрите на этот текст из открытого варианта, абзац хорошо виден. Каждый абзац глазом хорошо воспринимается. И ваше сочинение должно быть похоже оформлено. Постарайтесь написать его так, чтобы оно легко читалось. Какие еще советы дать перед экзаменом? Наверное, понимать, что экзамен – это иллюстрация ваших знаний за 10-11 лет обучения русскому языку в школе. И я думаю, что мы все можем с вами показать достойный результат, потому что если вы обратите внимание на уровень сложности заданий в русском языке, все задания базового уровня сложности. Базового уровня сложности. Это значит, что любой выпускник современный, сегодняшний, любой 11-классник с этим заданием должен справиться. Ваша задача – прийти с хорошими установками на экзамен, воспринимать задания как посильное задание. Ничего сверхсложного в тестах по русскому языку нет. Тем более, если вы готовились, тренировались, то неожиданностей в тестах по русскому языку быть не может. В какой последовательности выполнять задание, вы тоже решаете самостоятельно. Для кого-то важно сначала текст прочитать, большой текст, на который потом надо будет писать сочинение, чтобы пока вы выполняете тестовое задание, этот текст как-то осмысливался. То есть, и такая есть особенность, мы все равно продолжаем думать о том, что мы прочитали. Когда вы будете переносить правильные ответы в чистые бланки, тоже соблюдайте соответствие, переносите ответы в те номера заданий правильно, потому что иногда бывает сбиваются в перепереносе, и ошибка часто связана с тем, что вы неправильно указали цифру, а в том, что вы в строчке сбились. Не волнуйтесь, если вы ошиблись. В каком-то номере есть поле для замены ответов. Кроме того, в тестовой части только два вопроса, восьмое задание и двадцать шестое задание, предполагает соответствие цифр-буква. То есть, когда последовательность цифр имеет значение. Это задание, где нам нужно соотнести букву и цифры. Во всех других заданиях, где нужно указать цифры, последовательность цифр не имеет значения. Поэтому, если вы перерешали задание и нашли еще одну цифру, вы можете просто дописать в бланк ответа. Если еще какие-то вопросы возникнут, вы можете эти вопросы отрисовать к ЦОКу, и тогда, может быть, будет необходимость еще какой-то встречи, чтобы уже ответить на конкретные вопросы по русскому языку. Распределите правильно свое время. Русский язык мы пишем в течение трех часов тридцати минут. И очень важно это время распределить. Кажется, что времени много, но ситуации могут быть разные. Поэтому контролируйте свое время. Ну и что касается, например, тестовых заданий, если вы тратите на одно задание много времени, может быть, есть смысл пока отложить его и перейти к другому. Потому что часто бывает так, что в процессе выполнения тестовых заданий обнаруживаются какие-то ответы на предыдущие вопросы. Особенно это связано с расстановкой знаков припинания. То есть, когда вы читаете тексты, вы уже видите, как расставлены знаки припинания. И ситуация может быть очень похожей на те, которые предлагают тест. Человек, который готов к экзамену, для него ничего не страшно. Поэтому я желаю вам успехов, хороших вариантов, интересных текстов. Я думаю, что у вас все получится. У нас достойные ученики, выпускники. Это люди, думающие, понимающие, что у них спрашивают. И поэтому я думаю, что результат у вас будет хороший. Спасибо за внимание. Продолжение следует...